всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 25 апреля медленно но верно продолжается моя работа вот высадка томатов в грунт сегодня высаживаю настеньку завтра возможно буду вот эти вот высаживать с того края в самую последнюю очередь высаживаю потому что там сторона никогда нет солнца и там снег долго очень лежит по моему еще даже есть вот там снег вот смотрите оттягивала до самого конца но сейчас уже пришло время когда действительно нужно поговорить про удобрение многие начали высаживать интересуются когда добавлять сколько чего но я сейчас не буду говорить что я добавляю в лунку потому что я отдельное видео буду снимать я хочу осветить тему вот она астахова подняла очень интересную такую тему она видела что когда я готовила лунки заранее я туда добавила вот этот гранулированный суперфосфат и серно-кислый калий я все перемешала полила и закрыла пленкой на две недели и вот она пишет вот вы то заранее все это положили на мочили и там перемешали что возможно она и разойдется а если кто этого не сделал кто сразу во время высадки в грунт добавляет можно ли вот эти гранулы добавлять и если не гранулу то что вот сейчас будем говорить именно о минеральных удобрениях про гранулированный вот этот суперфосфат про калий серно-кислый сразу говорю что не все добавляют минеральные удобрения и способов добавить удобрения очень много можно добавлять рыбную муку мясокосную муку золу я и так и так работаю вот у меня следующая теплица будет будет рыбная зола я в прошлом году говорила что можно и так добавить такие добавки можно и другие но сегодня именно про суперфосфат вы наверное многие слышали или читали что про суперфосфат про суперфосфат говорят что это долгоиграющее удобрение что это значит это значит что лучше всего конечно его вносить осенью и даже рыбную муку и мясо мясокосную муку которую для для обогащения фосфора мы добавляем тоже рекомендуют специалисты осенью вносить и вот такие как сказать послушные садоводы огородники делают все это осенью я к числу не принадлежу я осенью никогда не успеваю и все в нашу весной почти всегда и вот в этом случае да если не заранее если не осенью то как вносить вот этот суперфосфат действительно он очень плохо растворим в воде и многие зрители пишут что добавив весной в лунку суперфосфат все перемешав поливая все лето осенью когда выдергивают корни они находят эти гранулы целиком представьте они целые невредимые они не разложились они не растворились такое может быть вполне поэтому я вам сейчас скажу может это выглядит смешно у меня для этих целей вот кофемолка я потом сниму со штатива покажу вам кофемолка на которой я этот суперфосфат измельчаю вот он очень быстро измельчается пыльца как пыльца делается и тогда вот в такой когда у него такая вот консистенция вот совсем мелкая мелкая как пудра он очень хорошо растворяется а еще она астахова она сказала что еще ведь есть угроза что если вот это гранула попадет на корешок и будет вот долго долго лежать рядом с вот она боится что боится что прижгет получится ожог или что и вот когда вот я размалываю кофемолкой во первых в грунте перемешивается очень легко но это же не гранула она как пудра и и перемешаешь все при поливе она растворяется быстрее и вот таких случаев даже опасности нет что где-то об корень какой-то ожог конечно все это до того мелкая что никаких повреждений корням не будет но еще лучший вариант это конечно как я уже говорила делать вытяжку из суперфосфата это самая такая но если можно такое слово подобрать удобоваримая форма для растений я потом вот сегодня плохая погода я весь день в теплице работаю еще к зубному надо идти я потом или завтра или послезавтра постараюсь снять все-таки там ролик надо всего три минуты обычно делается так вот классический например рецепт стакан гранул суперфосфата заливаем литром кипятка размешиваем и в течение 12 часов утром например залили весь день что-то поделали подошли помешали весь день перемешиваем 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 и вот только под воздействием кипятка суперфосфат очень хорошо растворится осадок упадет но осадок это вот но те сопутствующие вещества которые там вместе вот с этим с фосфором снимаем с осадка это вот мы приготовили маточный раствор который потом будем растворять водой и поливать и написано что вот этого раствора что с литра снимите достаточно на ведро воды потом по пол литра на каждое растение поливать и если у вас нет времени при высадке суперфосфат этот добавить все это вот перемалывать вы можете потом вполне через несколько дней ну пусть там через два через три но даже через неделю сделать вытяжку из суперфосфата и вот эти луночки просто полить растения точно так же получат у вас фосфор это в том случае если вы осенью забыли если у вас при посадке некогда бывает что нет под рукой но нет дома суперфосфата и вы знаете что почвей тоже нет фосфора у вас вы знаете уверенно что растениям нужно один выход вытяжка из суперфосфата вот этой вытяжкой из суперфосфата то есть подкормить фосфором можно будет потом и в течение лета мы знаем что люди делают такие подкормки во время вот когда плоды завязываются чтобы плоды были вкусные сладкие чтобы было больше урожая сейчас камеру выключу и покажу вам какой у меня суперфосфат вот который я сейчас добавляю и вы увидите что вот в таком состоянии он очень очень хорошо перемешается с землей но опять же есть люди которые вообще никогда не пользуются вот этими минеральными удобрениями тут хотите добавляете хотите не добавляете каждый решается все я сразу прощаюсь потому что потом вы увидите только кофемолку и гранулы меня уже нет вот смотрите первоначально у меня суперфосфат был вот такой есть гранулы еще больше еще крупнее еще тверже потом после того как я его размолола у меня вот целая бутылка я перемолола и посыпала его туда и его совсем нужно немножко я прям беру вот так если говорить о добавлении в лунку я потом буду показывать я прям вот так как будто посолить землю но так вот припушу естественно он вот такая мелкая фракция очень быстро перемешивается землю его потом там даже не найдешь точно так же я делаю серно кислый калий потому что если осенью не позаботился ничего не внес вот эти гранулки видите они какие они крупные если их положить в грунт я уже представляю сколько они будут лежать растворяться конечно это очень долго ну люди делают и так ай но все не включено я забыла включить в доме сюда ток но все ясно вот у меня одна вот эта кофемолка она очень очень давно я перемалываю здесь горький перец если надо грядки обработать от каких-то там вредителей перемалываю вот это вот все это техническое у меня муж потом на ней раньше делал эту блин как ее приманку для рыб какую-то там семечки молотил еще что-то там добавлял но чтобы вот эти вот рыбкам лепешки спешить вот так я делаю но если делать например вытяжку из супер фосфата то даже не обязательно молоть на кофемолке можно просто в воде растворить постараюсь показать я обещаю уже давно это хоть и не долго все сейчас вот засела в теплице целый день варить вытяжку супер фосфата уже некогда обязательно сделаю но вот эту информацию примите к сведению если кто-то например при высадке некогда добавлять удобрения можно потом просто методом полива и также серно-кислый калий там тоже есть рецептура что можно растворить и потом полить в луночки и потом если по влажной земле и потом сверху еще полив оно все благополучно уйдет туда к корням там надо всего немножко там серно-кислый калий там вообще чуть-чуть в граммах на каждую лунку все до свидания